Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Второзаконие» и сегодня мы будем читать 29 главу этой книги. Эта глава начинается словами «Вот слова Завета, которые Господь повелел Моисею поставить сынами Израилевыми в земле Моавицкой, кроме Завета, которые Господь поставил с ними на Хариве». И далее рассказывается о том, как израилетяне вышли из Египта и шли по пустыне в землю обетованную. И следующая тема – «Вы заключаете Завет с Господом, бойтесь нарушить этот Завет». Здесь мы прочитали о том, что эти слова Завета были произнесены в земле Моавицкой, то есть на границе с землей Израильской, произносились эти слова как некое напоминание для нового поколения о том, что пережили их отцы и в некотором смысле и они сами. И мы читаем со второго стиха и ниже. «И созвал Моисея всех сынов Израилевых и сказал им, «Вы видите все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле Египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его, те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, руку крепкою и мышцу простертую, но до сегодня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей чтобы видеть и ушей чтобы слышать». Казалось бы, такое как бы противоречие. Люди видели такие великие чудеса, но при этом они не внимали этим истинам, как бы имея уши, не слышали, имея глаза, не видели, хотя они сами были свидетелями многих чудес. Конечно, многие слова, которые здесь говорит Моисей, они как бы относятся к тому поколению, которое уже ушло. Он беседует с молодыми, но он беседует так, как будто хочет их сделать современниками тех событий, включая сам исход из Египта. Именно так нам надо научиться переживать религиозные истины, как будто мы сами были свидетелями о тех или иных чудесных событиях. «Но до сего дня не дал вам Господь Бог сердце, чтобы разуметь, очей чтобы видеть и ушей чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей, это было явное чудо, которое мог ощутить на себе каждый член этой общины. Одежда их не портилась. «Хлеба вы не ели, и вина, и секера не пили, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Когда какие-то серьезные испытания, то всегда бывает соблазн употреблять спиртное, как будто оно может как-то помочь. На самом деле это ложное чувство. Наоборот, надо категорически запрещать такое употребление в тяжелых экстремальных обстоятельствах. «И когда пришли вы на место сие, выступили против нас Сигон, царь Эсефонский, и Ок, царь Васанский, чтобы сразиться с нами. И мы поразили их, и взяли землю их, и отдали ее в удел колену Рувиму и Гадову, и половине колена Монасина». Вот эта часть еврейского народа, она как бы будет по ту сторону Иордана, которая ближе к Египту. То есть как бы сработали на опережение, если враги будут нападать, там уже есть поселения, которые будут предварять вхождение врагов, собственно говоря, в саму землю обетованную. А если вспомнить, что обетование земли от Ифрата Данила, то это было законное действие, а не захват чужой территории. И далее мы читаем, «Вы заключаете завет с Господом, бойтесь нарушить этот завет». Это главная мысль вот этого отрывка с 9 по 29 стих. «Соблюдайте же все слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». То есть исполнение воли Бога делает человека удачливым и во всех других обстоятельствах его жизни, которые могут напрямую и не быть связанными с исполнением заповедей. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, судьи ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем от секущего дрова, то есть от дровосеков, до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою». Здесь непонятное немного как бы уточнение. «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога». Что это значит? «Пред лицом Господа Бога». Имеется в виду, что они стоят напротив походной скинии, скинии собрания. И все это для того, 13 стих, «Дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть этот завет поставляется со всеми израильтянами, включая тех, которых еще нету. А ведь мы выше прочитали, что все собрались. Их нет, потому что они еще не родились. Они родятся, но вот через своих отцов они вступают в завет. Вот если кто-то сомневается, что крестный может исповедовать веру закрестника, вот здесь как раз прецедент. Здесь люди вступают в завет за своих потомков, даже за тех, которые еще не родились. А какой может быть запрет, когда крестный отец, крестная мать оступают в завет с Богом в крещение младенца, который уже родился? «Ибо вы знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли, и видели мерзости их, и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них». Ну, мерзостью обычно называют сексуальные преступления, но эти народы практиковали именно ритуальный разврат. Даже в Риме, который считался цивилизованным, римские матроны, они продавали себя иногда в храм, ну, как продавали, ритуально, выполняли роль храмовых проституток, а деньги, которые получали от этого, они жертвовали на этот храм. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего. Чтобы ходить, служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произращивающего яд и полынь». Ну, кто-то может спросить, а в чем разница ходить-служить? Ходить – это поменять образ своей жизни, то есть не теми стезями, а служить вот этим истуканам, за которыми скрываются бесы. «Да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь». То есть скрытый протест против истинной религии, затаившиеся идолопоклонники. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря, «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». То есть я не буду менять образ своей жизни. То есть как грешил, так и буду грешить. Как бы говорит такой человек. И пропадет таким образом сытый, с голодным. Имеется в виду, что грех одного члена религиозной общины может повлечь наказание для других. Поэтому и сказано. «И пропадет таким образом сытый, с голодным. Не простит Господь такому, но тот час возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книге закона, и изгладит Господь имя его из-под небесной. Но пока он не извергнут, проблемы будут у всех остальных». Это мы видим на протяжении Библии. «И отделит его Господь на погибель». Вот отделить такового на погибель – это значит спасти от инфекции идолопоклонства и других. От всех колен Израилевых сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. «И скажет последующий род дети ваши, которые будут после вас, и чужеземец, который придет из земли дальней, увидев поражение земли сей и болезни, которыми изнурит ее Господь. Сера и соль, пожарище, вся земля не засевается и не произвращается она и не выходит на ней никакой травы, как по истреблению Содома и Гоморы, Адмы и Саваима, которые не спроверг Господь во гневе своем и ярости своей». Вот здесь говорится о том, что наказание, которое последует за идолопоклонство, а оно было связано с развратом, с развратом, будет подобно тому, как наказание Содомляна, которые, кстати, тоже были и идолопоклонники и извращенцы. «И скажут все народы, за что Господь так поступил с ею землею, какая великая ярость гнева его, и скажут за то, что они оставили завет, Господа Бога, отцов своих, которые Он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской. И пошли и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых Он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия завета, написанные всей книги закона. То есть здесь говорится, что измена Богу граничит с падением Содома и Гаморы, Адмы и Саваима, потому что отступление от Бога, это отступление от Его закона, и все это неизбежно приводит людей к нравственной и моральной распущенности. это взаимосвязанная вещь. И извергнул их Господь из земли их в гневе ярости и великом негодовании поверг их на другую землю, как ныне видим. Это Господь говорит, если будут отступники, то с ними произойдет так и так. И хотя эти отступники будут в сердце своем скрывать свое язычество, свою извращенность, но Бог сердцеведец. Скрытое принадлежит Господу Богу нашему, то есть Он видит все сокрытое, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть мы видим то, что мы видим, а Бог видит и то, что сокрыто от очей человеческих, потому что Бог является сердцеведцем, Он всевидящий и всезнающий. Итак, сегодня мы кончили изучение 29-й главы книги «Второзаконие». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 30-ю главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем библейском портале. Берегитесь себя. «Новерухи» ter» «Он